Друзья, привет! В этот раз тестируем очередной корпус от компании BeQuiet, модель SilentBase 600. Не так давно единственным корпусом в ассортименте компании BeQuiet был SilentBase 800, задавший хороший старт для дальнейшей деятельности конструкторов. Теперь же в продаже появилось ещё одно решение, которое переняло первенца ряд хороших качеств, а также несколько поубавило в цене. В принципе и оно не относится к категории доступных моделей, и если за границей цена BeQuiet SilentBase 600 стартует с отметки 110 долларов, а за старшего брата придётся отдать все 140, то у нас ценники ещё веселее, соответственно 140 и 170 долларов. Есть ли для них объективные причины? Не будем забывать, что все комплектующие и продающиеся под брендом BeQuiet далеки от бюджетных решений. Это же касается характерного для них высокого качества исполнения и кропотливого подхода производителя к деталям. 600 и также не ударил в грязь лицом, но об этом далее. Комплектация тестируемого корпуса порадует покупателю сочетанием необходимых и просто полезных компонентов. Следовательно, будущий владелец новинки без проблем сможет приступить к её эксплуатации сразу после покупки. Черты старшего брата сразу же узнаются в облике BeQuiet SilentBase 600. Речь идёт о сплошной передней панели и вертикальных вентиляционных решётках по бокам, а также об общем строгом дизайне, далеко не последнюю роль в котором играет применение чёрного цвета. Фронтальная панель внешне напоминает шлифованный металл, но на самом деле это хорошо задекорированный пластик. Как и на остальной части корпуса отпечатки пальцев здесь практически не остаются, так что новинка не будет требовать слишком скрупулёзного входа. Интерфейсы размещены под углом между верхней и передней стенками, что делает доступ к ним удобным при установке компьютера на любой поверхности. Сами разъёмы представлены четырьмя портами USB по паре USB 3.0 и 2.0, а также двумя аудиоразъёмами. Кнопка включения и индикатор активности накопителя отличаются мягким белым свечением, которое вряд ли покажется раздражительным даже в тёмное время суток. За дверцей на передней панели прячется немало интересного. Во-первых, три посадочных места для 525-дюймовых устройств. Во-вторых, над ними расположен небольшой трёхпозиционный переключатель, отвечающий за скоростные режимы работы вентиляторов. В-третьих, на дверце закреплён звукопоглощающий материал, позволяющий сделать использование оптического привода более тихим и комфортным. Ну а в-четвёртых, здесь имеется пылевой фильтр, который легко вытягивается за ушко и полностью извлекается для дальнейшей чистки. Кстати, сама дверца также весьма интересна. Она фиксируется при помощи магнитов, а при желании её можно переставить для открытия в правую сторону. Сам процесс хорошо описан в руководстве. За передней панелью скрывается предустановленный 140-мм вентилятор, работающий на невысокой скорости, до 9 сотен оборотов в минуту. Покидать нагретому воздуху пределы корпуса помогает 120-мм вентилятор BigWide PureWings 2 с частотой вращения 1200 оборотов в минуту. Он расположен над тремя отверстиями для вывода трубок СВО. Его выделяют антивибрационные прокладки в местах контакта с корпусом, а также характерная рельефная крыльчатка. Дно корпуса примечательно наличием съёмного пылевого фильтра и четырёх пластиковых ножек. Снизу к ним прикреплены 2-мм резиновые прокладки, предупреждающие царапание поверхности, на которой будет размещен системный блок. Верхняя панель BigWide Silent Base 600 отличается интересной формой. На ней присутствуют две перфорированные области сверху и в тыльной части. Используемые в новинке боковины имеют аналогичную старшему решению конструкцию и размеры, а также отличаются оригинальными вентиляционными заглушками в центральной части. Последние имеют три положения – полностью закрытая, приоткрытая и промежуточная. Сами боковины оснащены съёмными сеточками-фильтрами, а также звукопоглощающим материалом по всей площади, в том числе и на самих заглушках. В целом, внутреннюю компоновку корпуса можно назвать классической, хотя она поддаётся некоторым изменениям. Например, корзина для накопителей может быть закреплена снизу или посередине передней части. Первый вариант будет более предпочтительным при желании использовать видеокарту большой длины, поскольку допустимая длина устройства возрастает и без того немалых 297 до впечатляющих 412 мм. Для монтажа 3,5-дюймовых накопителей используются комплектные прорезиненные направляющие. Благодаря им, жёсткий диск очень плотный и мягко встаёт на своё место, сводя к минимуму передаваемой вибрации. Если 5,25-дюймовых устройств у вас нет и в скором времени не предвидится, тогда корзину для накопителей можно переместить в верхний отсек. Ещё пару SSD можно установить за поддоном корпуса. Их монтаж осуществляется очень удобно, правда, здесь они уже не будут радовать глаз владельца. На верхней панели предусмотрены посадочные места для пары 140 или 120-мм вентиляторов, либо радиатора системы водяного охлаждения длиной до 240 мм. Тыльная панель отличается наличием 7 многоразовых заглушек с перфорацией. Рядом приютился замок Kensington, позволяющий снизить риск кражи системного блока. В месте установки блока питания имеются 4 резиновые прокладки, уменьшающие передаваемый на корпус вибрации. Всё в лучших традициях Be Quiet. Сборка системы не должна вызвать каких-либо трудностей, а облегчить её поможет свободное пространство для укладки проводов за поддоном для материнской платы. В нём же имеется и большой вырез, позволяющий устанавливать и снимать габаритные процессорные системы охлаждения. Согласно нашим измерениям, сюда поместятся охладители высотой до 175 мм. Сама конструкция корпуса отличается хорошей жёсткостью, качественным подгоном деталей, а также отсутствием зазоров и люфтов. Корпус Be Quiet Silent Base 600, как и его собрат, изначально доступен в версиях со сплошной левой боковиной или с прозрачным боковым окном. Вторая на 15-20 долларов дороже, но производитель также предоставляет возможность докупить боковую стенку Be Quiet Double Glazed Window отдельно. Она подойдёт как для 800-й, так и для 600-й модели. В комплекте имеются прокладки трёх цветов, соответственно для решений с чёрными, серебристыми и оранжевыми вставками. Двойное остекление с 9-мм воздушной прослойкой обеспечивает улучшенную звукоизоляцию на уровне стандартной стенки. Новинку мы протестировали со всеми предустановленными вертушками в трёх режимах переключателя. Регулируемое отверстие на боковой стенке было полностью закрыто. Скорость работы переднего вентилятора в разных режимах составила 850, 580 и 440 оборотов в минуту. Тыльного – 1200, 770 и 560 оборотов в минуту. Отметим, что при подключении непосредственно к системной плате частоты работы пропеллеров составили соответственно 875 и 1240 оборотов в минуту. Шум при этом был вполне комфортным и оставался ниже среднего уровня. При переключении на более низкие скорости вентиляторы работают тихо, почти бесшумно. Для улучшенного охлаждения видеокарты во время тестирования передняя вертушка была перенесена с самого низа на середину фронтальной панели. В режиме максимальной производительности вентиляторов корпус оказался примерно на одном уровне со старшим братом. Правда, жёсткий диск в новинке нагрелся заметно больше, что связано с вышеупомянутым перемещением фронтальной вертушки. А вот температурные условия в недавно протестированном нами Silverstone Kublai KL05 оказались менее приемлемыми для видеоадаптера, в то время как другие компоненты чувствовали себя заметно лучше. В целом, температура внутри тестируемого решения оказалась вполне приемлемой. Но при установке мощных комплектующих мы советуем позаботиться о покупке дополнительных вентиляторов для монтажа на боковой или верхней панелях. Корпус Be Quiet с LMB600 является несколько упрощённым, но вполне логичным продолжением 800-го решения. Как и старший собрат, новинка отличается хорошим качеством изготовления, вниманием производителям к мелочам и в целом продуманной конструкцией. Сюда поместятся длинные видеокарты до 412 мм, габаритные блоки питания, высокие процессорные охладители до 175 мм, до 6 накопителей и до 3 525-дюймовых устройств. А при желании гибкая конструкция позволит ещё более эффективно использовать свободное пространство, например, установив корзину для накопителей в удобном месте или вовсе перенеся её в верхний отсек. Аналогичная гибкость касается и системы охлаждения. Изначально в новинке предусмотрены две вертушки. Скорость их вращения регулируется с помощью удобного переключателя на передней панели. К регулятору также можно подключить и третий вентилятор с трёхконтактным питанием. А установить его мы всё же советуем, особенно если вы собираете мощный компьютер, который часто будет работать при повышенной нагрузке. Больше обзоров новостей и тестов на IT-портале GESIT.com. Перейти можно по ссылке в описании видео. Всего вам хорошего и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!